Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана и сегодня у нас обзор на матовые жидкие помады от Vivienne Sabo. Я знаю, что у этих помад очень много поклонников и именно поэтому сегодня я снимаю вам обзор на три самых понравившихся мне из них. Если вы еще не знаете, сейчас в Магните проходит крутая акция. Я вообще редко хожу туда за продуктами. Я имею ввиду продуктовый магазин, но в принципе во всех. Но так как там сейчас за каждые 500 рублей дают скрипыши, у кого есть дети, тот поймет, за продуктами мы ходим только туда. И к чеку прикрепляются скидки. Здесь сразу же можно какую-то там у них на кассе шоколадку купить за полцены. Много у меня очень 25% на покупку в магазине магнит семейный. Это нормально. То есть от 1250 рублей до 2500 рублей скидка. Это круто. 20% в обычном Магните. Ну, 100 рублей скидка при покупке. Ну, в общем, у меня много разных. И одна из скидок мне попалась помада Vivienne Sabo скидка 50%. Причем можно было взять 5 помад, не больше 5. И на каждую из них была бы скидка 50%. Тут еще вот есть 40% на туалетную водичку Давидов. Но как бы у меня много парфюма, мне оно не надо. Вот. Так что по такому купончику я приобрела себе две помадки. Скажу вам сегодня три, потому что многие очень часто спрашивают у меня, какая помада у меня на губах. Вот в данный момент. Это помада Vivienne Sabo. Вот такого оттеночка. Она у меня уже давно. Я ее люблю. Я ее обожаю. Это 218 цвет. В нашем Магните она тоже есть по акции. Там любой оттенок по акции. Ну, вы знаете, мне кажется, самые ходовые и популярные они убрали. Оттенков, наверное, 10 только представлено. Кисть у Vivienne Sabo, если кто не знает, очень удобная, эластичная. Но такая, знаете, она под форму губ прям под вашу подстраивается и красить здорово. Делаем сводчик. Это классный, красивый нюд, который не уходит ни в розовый, ни в рыжий, ни, ну, не знаю, никуда. Чуть-чуть вот слегка в сиреневый, но и то совсем слегка. Вот она у меня на губах. Это отличный вариант повседневного макияжа. Я ее просто обожаю. По текстуре. Текстура нежная, кремовая. Она не засыхает в корку, если вы меня понимаете. Она так и остается кремовой. И если вдруг у вас был прием пищи, она просто нежно, тихонечко сходит с губ, оставляя легкий оттенок. Если вы не перекусываете, просто пьете водичку или еще что-то, то она на ваших губах прекрасно держится. Несколько часов, часов 6-8 может держаться, если не было перекуса. Ну и давайте посмотрим на помадки, которые я взяла по акции. Не стала я брать 5, потому что, ну, и так огромный арсенал, когда ими уже красится, не знаю. Но захотелось мне на осень, именно на осень, вот такие красивые оттенки. Потому что лето кончилось, а ярких красок все-таки хочется. И на красивую злату осень, мне кажется, они подойдут. Возьму свою любимую мицеллярную водичку, фаберликовскую, вербена. Сейчас уберем с вами эту помадку. Мицеллярка, она стирается очень хорошо. Просто замечательно. Помаду убрали, и давайте потестим с вами сначала светлый оттенок. Они очень похожи, но один немножко посветлее и уходит в розовый, другой немножко потемнее и уходит в красный. Это 213 оттенок. Делаем сводч. Мне кажется, универсальный такой цвет и должен подойти многим. Я вот просто уверена. Смотрите, как она наносится. Вообще шикарно. И, кстати, без контура она никуда с губ не сходит. Хотя она довольно жидкая. В ярких помадах просто сложнее все прорисовывать. Но нанесение с первого слоя довольно плотное. Приходится возюкать, потому что, повторюсь, еще раз тяжело прорисовать, когда помада не удавая. Вроде как даже если заедешь, не так видно. А вот с яркими помадами приходится быть гораздо аккуратней. Вот смотрите, девчонки, как она выглядит на губах. Мне нравится очень. Она так освежает. И вот, ну не знаю, под золотую, под еще солнечную осень, мне кажется, вот цвет просто бомбезный. Смотрите, вот сводч и губы поближе. Ну, очень красивый цвет. Он мне понравился вообще безумно. Они мне оба понравились, потому что нюды выхватает. Я очень люблю нюд, но яркие должны быть помадки обязательно в арсенале. Смотрите, как зубы выбеляет. Вообще просто голливудская улыбка. Обожаю эти помадки. Она немножечко впитывается через пару минут и потом становится не такой, ну не то, что кремовой, а ее вообще уже не ощущаешь на губах. То есть как будто у вас ничего нет. А так она слегка отпечатывается в начале, а вот через несколько минут уже будет все нормально. Ну и давайте смотреть второй оттенок. И потом я еще вам сделаю фоточки рядышком с двумя этими оттенками, чтобы вы смогли сравнить и выбрать для себя подходящий. Я стерла 213 оттенок и сейчас приступим к 224. Давайте сделаем сначала сводчик. Она еще насыщенней. Они слегка отличаются. Я вам сейчас первый сводч как следует прорисую, чтобы они были по форме одинаковыми хотя бы. Чтобы вы могли оценить. Вот первая помадка уходит немножко в розовый, как в малиновый подтон. Она здесь слегка в кирпичный, но вот прям слегка-слегка. Если видите разницу. Ну и давайте наносить на губы и посмотрим разницу. Вот смотрите, один слой, да? Нижнюю губу накрасила и все. Вот, девчонки, результат. Она тоже невероятно красивая, но вот тут, видите, без розового подтона. в красный, в ярко-красный валы. Так, вот у нас этот сводчик. И вот как она смотрится на губах. Девчонки, я этими помадами довольно безумно всеми тремя. И если кто-то еще не пробовал, представлены они в магнит-косметик, обязательно попробуйте. Я вам очень рекомендую. Они нежные, они классные. Ну, вообще супер. Это жидкая матовая помада. Вот смотрите, как выглядит, чтобы не перепутали. Но о них там, в принципе, одни такие, Vivienne Sabo, другие уже в стиках. И смотрите обязательно на свои чеки из магнита, из любого магнита. Потому что не выкидывайте, там могут быть классные скидки. Я, получается, вот за 350 где-то рублей взяла две помады. А так одна только стоит 350. Получается помадка по 170 рублей. Такого качества, ну, это супер. Мне очень нравится. И вам советую обязательно и хотя бы одну какую-то попробовать. Потому что это достойные помады. Действительно достойные. Покажу вам сейчас, как сходит эта помада. Смотрите. Она кремовая. Вот она стала абсолютно матовой. И она кремовая. То есть вот вы будете кушать, да, она вот так вот будет сходить. Но на губах все равно будет оставаться легкий оттенок. Видите, она прям в кожу впечатывалась. Вот. Вот я тру-тру. Вот верхний слой сошел. А вот нижний с оттеночком он прям впечатался. Они все кремовые. Все так сходят. Вот. Ну и мицеллярочкой все очень достойно снимается. Смотрите. Вот и все. От помадки не осталось и следа. Причем обычный. Не нужно покупать какую-то специальную или гидрофильное масло. Все замечательно. Обычный мицеллярка убирается. Ну а я с вами прощаюсь, мои хорошие. Вот такой у нас обзор сегодня получился на помадки. И если я была вам полезна, не забывайте, пожалуйста, ставить лайк, подписывайтесь на мой канал, нажимайте колокольчик. Впереди нас ждет много интересного обзоров, тест-обзоров и так далее. Оставайтесь со мной. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok